противостояние двух непревзойденных бойцов ком же речь а здесь противостояние чемпионов азербайджана и турции бой в категории 66 килограмм тарлан гольчев встречайте жаляль хасани неправильная до назвал гаюшов тарлан гаюшов представляет азербайджан дорогие друзья еще один представитель этой слова этого славного государства тарлан 97 года рождения ему всего лишь 22 года кстати 22 ему исполнилось совсем недавно 16 февраля целая категория 66 килограммов рост 176 сантиметров чемпион азербайджана мма чемпион турции по мма база грэплинг и является также чемпионом азербайджана к 1 получается это очень разносторонний боец хорошо выступает как в стойке так и в партере если он чемпионный грэплинг и в к-1 он себя будет очень хорошо чувствовать во всех стихиях посмотрим посмотрим что ему предложит его соперник боится из турции вот 22 года всего лишь до спортсмена он уже является чемпионом то есть он не победитель первенства а чемпион это означает то что он выступает довольно таки давно уже в любителям если можно сказать так любительских видах единоборств в принципе 22 года это уже зрелый спортсмен потому что 18 и 19 лет уже бывают чемпионы по взрослым любительских видах единоборств так что ничего удивительного зрели ну а как ты думаешь вообще стоит ли отдавать своего сына в 22 года в профессиональные бои в 22 года он уже взрослый человек и сам наверно будет решать отдавать не отдавать но если у него в любителях очень хорошо получается почему не дается сразу почему бы и нет но мы знаем да прекрасного спортсмена выступающего начал начал как раз выступать очень сильно в этом возрасте это юсуф раисов 22 года стал чемпионом и себе вроде макдональд я помню все дрался он по-моему даже еще младше был но юси дрался вот он не уси был я помню 16-летнего голландца который очень хорошо выступал в мма и после этого ну вот почему-то он несколько поединка выиграл и после этого о нем не слышно не знаю с чем это связано к сожалению и сейчас в любительских единоборствах частности ммм и выступают те же самые профессионалы тот же уровень боев и так дорогие друзья в красный угол приглашается мир джалал хасани боец из турции 28 лет спортсмену рост 177 сантиметров весовая категория как я уже говорил 66 килограммов живет в анталии турция является бронзовым призером чемпионата мира по мма является серебряным призером чемпионата турции по мма является чемпионом мира по карате является чем серебряным призером чемпионата европы по карате является чемпионом Турции по БЖЖ Ги также серебряный призер Турции БЖЖ Ноги только хотел сказать, что перед нами базовый ударник но ты в конце добавил два этих титула и оказывается этот боец тоже является универсальным ты знаешь, что он еще выступал не только по БЖЖ а также на турнирах Грэпплинг УВW является серебряным призером по нашим источникам этот спортсмен очень серьезный ну, этот титул, да если он по УВВ был серебряным призером то это как минимум говорит о том, что он очень хорошо борется в стойке в партере ну тут, знаешь, информация такая, что по грэпплингу но я так понимаю, что УВУ грэпплинг нет, грэпплинг есть разные организации, бывают грэпплинга есть ли организация просто грэпплинг? нет, есть грэпплинг УВУ, есть грэпплинг Нага есть грэпплинг ADCC для нас останется секретом это основные я назвал, а есть еще много он серебряный призер по грэпплингу скажем так в любом случае человек знает толк в борьбе да, и насколько мы поняли знает толк карате сейчас мы узнаем, знает ли он толк в ММА профессионально профессионально справится ли он с психологическим давлением дерется у себя дома ответственность большая зрители все болеют за него все смотрят на него сходятся в центре клетки бойцы так начинается бой Азербайджан против Турции дорогие друзья ну если верить информации про этих спортсменов они оба прекрасно себя чувствуют и в стойке и в партере и сейчас кто-то из них должен нам продемонстрировать это такое ощущение, что азербайджанский ваэц очень заряжен на один тяжелый удар стойка вот у него больше каратистская стойка нежели у турецкого спортсмена ты знаешь, не всегда проходит лаки панч который вот ой, хотел пройти неуклюже в ноги спортсмен из Азербайджана и сейчас нарвался на два джеба и клинч и клинч ой, хорошо проходит в ноги бросок кто-то мне подсказывает что база у спортсмена из Азербайджана борьба очень ой, ой, ой болевой прием на ногу исполняет борец спортсмен из Азербайджана ну, ну сможет ли он довести вроде выкрутился турецкий спортсмен но отдает вторую ногу теперь почему не переходит опять же нет нет угла для болевого выкручивается каждый раз турецкий спортсмен мы желаем, что он грэпплер да видимо выступления в БЖЖ и грэпплинге дали ему этот опыт защиты ты знаешь, Аскат мне интересно почему сейчас не пытается провести на голень скручивание пятки дорогие друзья скручивание пятки на самом деле этот прием вот ему нужно будет поменять захват пока он будет менять захват соперник просто может просто выскользнуть ну, хотя бы попытаться стоило сейчас находится занимает выгодную для себя позицию азербайджанский спортсмен так как даже если он особого вреда не наносит сопернику все равно он сверху и баллы работают на него в случае, если раунд закончится недосрочно посмотри, посмотри, что делает спортсмен из Турции практически свипанул своего соперника не получилось очень упорная борьба такой хороший матч по грэпплингу как будто мы смотрим нужно было попытаться пойти на Кимуру видно, что оба очень хорошо борются в партере очень качественный матч по грэпплингу смотрим каждую секунду один из бойцов пытается сменить позицию хорошо, хорошо сейчас свипы опять снова сверху азербайджанский боец да, только хотел сказать что попал хорошо плотно боец из Турции по своему сопернику и уже его оппонент находится в выгодной для себя позиции но выгодной если учитывать что это ММА ну да, по правилам ММА по правилам ММА если это был бы грэпплинг то встает посмотри невероятно какое бешеное желание у обоих выиграть ни один из них не дает долго на себе засиживаться можно ли так бить по голове дорогие друзья коленом в корпус когда есть ну в корпус можно а в колено нельзя вот в голову пытается задушить турецкий спортсмен через руку но вставляет ногу азербайджанский боец и вряд ли он даст себя задушить нет не будет удушающего обходит ноги освобождает голову и снова стойка идет в атаку турецкий спортсмен проводит тейкдаун и попадается на гильотину через руку точно такую же которую он сам проводил полминуты назад он проводил 30 секунд назад очень равные соперники азербайджанских боев не видел чтобы столько позиций но не плотно не плотно держится азербайджанец и выйдет с легкостью за один раунд они поменяли столько позиций ой 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 судья нам мешает тут дорогие друзья удушающий прием ну еще не закрыл он его сетка мешает ему закрыть треугольник мне показалось сначала что там плотный захват но вот сейчас я да вижу что вырывается турецкий спортсмен и отдает спину нет не отдает спину успевает накрыть соперника бешеное желание у обоих бойцов выиграть ни один из них ни на 10 секунд не дает на себе засиживаться постоянно знаешь что интересно они не встают в стойку продолжают возню в партере ну потому что видимо каждый из них уверен в своих навыках партера и хочет удосрочить соперника это говорит о том что эти бойцы очень универсальны потому что оба начинали вспомнив в начале раунда они стояли в стойке и очень смело друг другу накидывали удары и только после того как они оказались в партере они уже потом перехотели вставать и каждый начал пытаться досрочно выиграть а тем временем Асхат у нас что у нас первый раунд завершается и и впервые за сегодня впервые да мы видим второй раунд да 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 Асхат ты прав дорогие друзья турнир King of Warrior это первый номерной турнир этой организации проходит в Турции расскажу почему в Турции потому что организаторы турнира знают и думают что именно в этой стране можно развивать этот вид спорта и наверняка есть потенциал в Турции в ММА как мы в начале трансляции говорили конечно есть Азрет вот даже сегодня мы смотрим бои по сути новичков ребят которые первые шаги делают и они абсолютно на очень высоком уровне дерутся сегодня спасибо организаторам за такой турнир телеканал ACB TV ведет прямую трансляцию дорогие друзья этих противостояний и так начинается второй раунд дорогие друзья приветствуют бойцы друг друга и снова они готовы ринуться в бой стоит на месте азербайджанский спортсмен а он нет попадает шикарным ударом слева но все равно продолжает пятница назад видимо хочет встретить соперника как принято выражаться в боях ударом выжидает турецкий спортсмен ой хорошее попадание сейчас попадание и снова клинч и снова попытка перевода в партер нельзя нельзя цепляться за сетку турецкому спортсмену хорошее попадание коленом в корпус и будет ли бросок и кто этот бросок совершит сейчас разгад совершает азербайджанский боец отличный контр прием но надолго ли судя по первому раунду все может произойти сейчас провести еще раз пытается турецкий спортсмен удушающий гоу-гоу-плата нигде спроводил така нори-гоми в организации прайда этот прием удушающий это в каком году было я боюсь спросить какой сейчас год вспомнил пошел на добивание азербайджанский спортсмен и устали мне кажется физически оба спортсмена просели как говорится там видимо они в первом раунде очень много сил отдали сейчас решили снизить темп так как предстоит еще и третий раунд продолжает бояется из турции пытаться выйти на треугольник на рычаг локтя но не не получается хорошо обороняется спортсмен из на самом деле там все было под контролем у азербайджанского спортсмена он очень хорошо корпус свой держал там было видно что не сможет турецкий спортсмен застегнуть треугольник занимает half guard сверху уже и mount азербайджанский спортсмен и опять смена позиции очень давно я не видел таких боев в разряд очень равные соперники кто бы сегодня не одержал победу это очень равные соперники и это безусловно заслуга матчмейкеров king of warriors то что смогли подобрать двух таких принципиальных и равных соперников да это только говорит о том что они не привозили никого на убой как говорится в спортивном мире абсолютно равные бои равные соперники на убой ощущения что у боица из азербайджана ой как хорошо попадает справа будет ли добивание как ты думаешь асхат ну думаю пока нет турецкий спортсмен очень хорошо вяжет снизу снизу не даст он себя забить но функционально все равно лучше смотрится боец из азербайджана мне кажется он больше сил оставил что ли на второй раунде чуть свежее он смотрится пытается добивать активно ногами защищается турецкий спортсмен но все равно пропускает некоторые удары очень устали видно бойцы но кстати можно же нарваться на пятку вот такая ситуация я не помню какой это это был бой Гегард Мусаси вырубил Рональдо Жакаре Сауза в страйк форсе потом между ним составился реванш в UFC и взял реванш Жакаре но вернемся к нашему бою азербайджанский спортсмен действительно чуть не нарвался на такой удар очень близко его голова была к ноге соперника также Рензо Грейси вырубил Олега Токтарова да Асхат у меня иногда складывается ощущение когда ты рядом что передо мной живой живая энциклопедия ММА спасибо газет в клинче продолжают работать спортсмены заканчивается второй раунд для меня этот второй раунд пролетел как как одна минута ну для них наверное это был очень длинный раунд потому что видно что очень устали кстати вот такие вязкие бои намного больше отнимают сил я вот хотел сказать на самом деле если идет вязкая борьба некоторые думают что там скучно и так далее но сил отнимает это больше чем скажем в стойке битва в стойке на самом деле скучным я не могу назвать такой бой ну ты видишь смотришь на это как джитцер как рэплер если смотреть на это как боксер то мне кажется этот бой покажется скучным да ты прав даже обычному зрителю который не занимается никаким видом единобор все равно наверное будет интереснее увидеть рубку в стойке но опять же бывают такие бои в стойке которые скучнее многих боев где бойцы просто лежат друг на друге я с собой полностью согласен но и продолжение темы хочется сказать что практически все бои которые тем или иным образом попали в топ скажем так в одни из самых легендарных битв все они проходили стойки это была конкретная настоящая рубка и мы сегодня с тобой как раз перед эфиром вспоминали бой стефана боннера и фореста гриффина точно это какой год насколько я помню 2005 или 2006 год это был на ultimate fighter да дорогие друзья кто не смотрел открываете после нашей трансляции тот бой признан самым великим боем в мм в UFC точно это противостояние также битва корейца с американским бойцом дон фрай да 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 дон фрай с тем самым огромным великаном которого победил наш федор возвращаемся к бою третий раунд начинается турецкий спортсмен начинает поджимать азербайджанского неужели он его передышал как принято говорить в виде набор сейчас все увидим ох хорошо сейчас пытался пробить боевец азербайджан переводит в партер впечатление было обманчиво азербайджанский спортсмен выглядит более энергичным очень лихо он его опрокинул в партер и опять у нас борьба бой продолжается в борьбе ой-ой-ой добивание пошло от спортсмена из азербайджана посмотри что делает турецкий спортсмен дорогие друзья я бы грамотно перевел на сегодня можно смело сказать что это два самых крутых рэплера в этом карте неизвестно что следующие бои свип свип есть ли будет ли есть свип и занимает маунт но все равно турецкий боец выкручивается это очень динамичный бой дорогие друзья посмотрите каждую секунду позиция меняется и не пригод 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 кто будет сверху я думаю все любители грэпплинга джиу-джитсу заценят этот бой и он у многих будет в коллекции я по твоим глазам вижу что ты прям счастлив осад да мне очень нравится этот бой очень много хороших технических действий свипы пробивает еще один этот бой подарок просто паяни я не завидую судьям кстати если king of warriors будет выбирать бой вечера то я думаю это претендент номер один полностью с тобой согласен и если бой не закончится досрочно я не завидую судьям я даже не знаю кому отдавать в этом случае победу потому что бойцы каждые 10-15 секунд меняют позиции очень равный бой что-то мне подсказывает что местный спортсмен может победить в таком случае если все дойдет то решение судей если бы я не знал что это ох попадает на треугольник захват сейчас спортсмен но нет он выходит выходит уже вышел захват расплылку ну там все равно захвата ногами нет выкручивается без проблем азербайджанский спортсмен и вот продолжу свою мысль если бы я не знал что это новички я бы никогда не подумал ну ты имеешь ввиду новички в ММА в ММА да активное добивание от турецкого спортсмена как резко все меняется в этом бою не отдавать спину продолжается схватка теперь уже сверху находится турецкий спортсмен дорогие друзья это в этом поединке не удивляйтесь если все будет меняться каждую секунду пытается провести болевой прием на ногу спортсмен из Азербайджана не получается очень грамотно от оборонялся спортсмен из Турции и посмотрите фуллмаунт но не удерживается не удерживается на своем сопернике боец из Турции и снова в лучшей позиции находится боец из Азербайджана вот отдал в шею он ничего серьезного там нет захват не плотный одной рукой просто взял маленькую передышку мне кажется спортсмен из Азербайджана и вот пытается пытается вытащить шею пока что либо не получается либо не пытается даже вытащить наверное шею азербайджанский спортсмен и возможно тем самым он просто отдыхает для него это судя по гримасе на лице турецкого бойца он пытался все-таки задушить но неудачно время идет в пользу азербайджанского спортсмена так как он находится сверху в этом бою никто долго не находится сверху да нельзя сказать что постоянные свипы перевороты очень тяжелый бой для обоих очень равный завершается третий раунд дорогие друзья мне кажется эти парни заслуживают ничью даже очень жалко кому-то присваивать поражение но все-таки подождем решение судей последнее слово за ними мы с тобой очень выгодом с ними наслаждаемся боем а судьям придется решать работать я бы сказал в этом поединке потому что предыдущие пять поединков закончились досрочно и судейское решение мне прям интересно какой же вердикт интрига нарастает итак и объявляется экстра раунд дорогие друзья очень давно я не видел в ммэ экстра раундов практически все организации отказались от этого да сюрприз дорогие друзья сюрприз не только для нас но и для угловых спортсменов экстра раунд ну о чем мы говорили поединок ровный но судьи решили выявить все-таки победителя декор не в 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 Продолжение следует... 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 ждем официального вердикта все что мы говорили до этого это наше предположение с асхадом у нас есть победитель ты был право ответ что-то мы с тобой асхад понимаем дорогие друзья победителем данной схватки становится мир джалал хасани боец из турции всем его мы и поздравляем я уверен эти оба парня еще не раз не раз мы их увидим на различных аренах очень хорошие если сейчас после такой не легкий победы а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока что мы не знаем где он будет проходить Но в скором времени дата наверное уже будет в общем доступе Друзья как настроение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак друзья DimaTorzok Хуму Юн Ибрагимов На следующем турнире Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok